Непредвиденная ситуация в Иркутской области. В результате стихийного бедствия подтоплению подверглись четыре района. Особенно пострадал Тулунский район и город Тулун. Жители были вынуждены эвакуироваться в срочном порядке, оставив все, что было нажито непосильным трудом. В связи с этим руководство района приняло решение организовать пункт сбора вещей пострадавшим. Люди привозили все необходимое, от вещей, постельных принадлежностей и посуды, до продуктов питания и питьевой воды. Задумка произошла внезапно, с главой посоветовались и решили, что всем тем людям, которые попали в такое стихийное бедствие в Тулунском районе, нужно оказать помощь. На одной из планеров бросили клич и люди откликнулись. Мы около двух тонн насобирали всевозможную помощь. В помощи пострадавшим от наводнения приняли участие все неравнодушные жители населенных пунктов района и главы поселений. Исполняющий обязанности главы района Владимир Саар организовал транспорт, чтобы доставить все необходимое в пункт назначения. Наш район доставит продукты и вещи первой необходимости непосредственно в деревне Паберега и Альбин Тулунского района. Думаю, что вся страна, и мы как соседи в Альбин Тулунском районе следили за той трагедией, с болью, с переживанием. И эти отголоски дошли потом позже, но в гораздо меньшем масштабах и до нашего района, в Октябрьском и Малеево. И понятно, что отклик людей, он просто масштабный, огромный. Сотни и сотни людей несли и несли гуманитарную помощь. Это очень важно, что то сострадание, то душевная боль и желание поддержать нашли отлик у жителей Паберега и Альбин Тулунского района. Мы благодарны жителям и, конечно же, ту маленькую частичку нашей помощи и Иркутская область получит. Исполняющий обязанности главы района, напутствовав водителя автобуса, попросил о безопасности и своевременной доставке груза по назначению. Для сопровождения груза в командировку в Иркутскую область выехал заместитель главы Бугучанского района по социальным вопросам Иван Бруханов. Дарья Торпищева, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Бугучанов».